А есть ещё наше социальное чувство. Моё желание, чтобы рядом был человек, на которого я могу всегда положиться. Который всегда меня поймёт. У меня может быть скверное настроение. Господи, не знаю. Магнитная буря. Я не знаю. Но плохое настроение. Чего ожидается от близкого человека? Что он всегда будет тебе как-то проявлять сочувствие, участвовать. Да. Вот это же ожидание. Я проснусь не с той ноги, а она, Елёнка, мне подойдёт. Вообще. Прорвёмся. И ты такой. Я живу. Ну, не будет такого. Нет. Для того, чтобы мы двигались, тоже нужно будет производить усилия. Как с вот этим нашим нервно-психическим напряжением постоянно. Мы должны проводить профилактику. Точно так же и с нашим вот этим чувством вот этого одиночества. Только навык реконструкции других людей. Только вот умение действительно быть для них нужными для того, чтобы они хотели, когда тебе тяжело, прийти к тебе навстречу, на помощь. То, что все мы эгоисты по природе по своей. Это не хорошо, не плохо. Это так. Кто откажется от того, чтобы кататься, как сыр в масле? Но кто будет готов катать кого угодно бесконечно в масле? Понимаете? Ну, вот и после того, как это становится понятно, очевидно, что отношения требуют инвестиций. Они требуют своего отдавания. Другое дело, что, как мы вот на КТ онлайн и в красной таблетке, как я пишу про эти долги, которые возникают, но вот это очень важная вещь, которая должна перещёлкнуть в голове, когда ты понимаешь, что ты не одалживаешь кого-то, когда что-то ему даёшь, когда катаешь его в масле. А ты вот как у экклезиаста. Когда идёт один, упадёт, кто поднимет его. А когда идут двое, один упадёт, другой поднимет его. Я его не облагодетельствую тем, что я его поднял, а просто мы идти можем только вдвоём.